Сегодня мы с вами поговорим немножко про 20-ю страницу трактата Роша Шана. И здесь уже касается гемора темы астрономии, которая еще и снова будет подниматься на этом трактате. Разумеется, из всех трактатов Талмуда Роша Шана более всего подходит для обсуждения астрономических каких-то фактов. У них кое-что они передавали по традиции. Были такие прайты, которые назывались Сод Хаибур, секреты, связанные с вопросами лишнего месяца и, соответственно, дня, все, что связано с еврейским календарем. И есть, конечно, очень много книг написанных на эти темы. Я пробую кое-что суммировать. Здесь очень сложные, на самом деле, темы. Заметим, что позже Талмуд будет обсуждать средний период Луны, и он будет дан очень точно. Но, судя по тому, какая у нас гирса в Талмуде, будет выглядеть, что это действительно не средний период, а вообще настоящий период Луны. Вот периодом Луны мы имеем в виду, сколько занимает Луны обойти вокруг Земли. Это примерно 29,5 дней, но там еще получается немножко больше. Еще где-то 2,3 часа и еще какое-то количество халакем. 93 халака. В общем, примерно получается, что в среднем у нас каждый месяц половина месяцев 30 дней, половина 29. Чуть больше, чем половина 30 дней, потому что чуть-чуть больше, чем 29,5 дней средний период Луны. Но это все средний период. Настоящий же период Луны может колебаться. Это очень хорошо известно сегодня в астрономии, и можно очень точно посчитать сегодня, разумеется, настоящий период Луны. Но вот что считали наши мудрецы, трудно сказать. По крайней мере, позже мы увидим, как я сказал, еще не в нашей суге, насчет периода Луны, что будет упомянуто число очень точное, но не будет сказано, что это средний период. Но сейчас я эту тему не хочу поднимать, а просто хочу сказать, что в общем календарь еврейский построен очень точно. Считалось, вот брали этот период Луны, пусть, может быть, считали его как единственный настоящий, а не только средний. Но, по крайней мере, он действительно совпадает со средним с точностью до секунды буквально. И получается, что наш календарь в отношении лунных месяцев, он очень точный. А вот в отношении лет тут все сложнее. У нас же нет четкого года солнечного. Солнечный год не играет никакой особой роли в еврейском календаре. У нас же месяцы могут попадать и так, и так. Бывает, что, например, Песок может попасть и в середине апреля, и раньше, и немножко позже. Кажется, в самом конце марта может попасть некоторые годы. И также, например, в этом году, в прошлом году Рошашана была очень рано, фактически. Все праздники попали в сентябре. Даже Суккот, Ишминиатер, все попало в сентябре. А бывают годы, когда все сдвигается очень сильно. На следующий год будет высокосный год, будет лишний адар. Все сдвинется, и в следующем году Рошана будет довольно поздно. А Суккот, соответственно, уже будет в октябре. И поэтому солнечный год для нас не такой большой роли играет. Для нас важен более-менее средний период солнечного года, то есть, чтобы сезоны не очень сильно отличались. В смысле, что мы не хотим, чтобы Песок попал, например, летом или зимой. Мы хотим, чтобы Песок примерно попал на весну. Но уже плюс-минус, там лишние несколько недель, эта роль и не играет особой. Так вот, во время, когда мудрецы Талмуда, еще до Талмуда, во время мудрецов, во время храма и позже, во время Мишны, мудрецы собирались и решали, в какой год добавлять лишний адар, в какой не добавлять. Адхок. В каждом случае, в зависимости от нескольких факторов, они все учитывали и решали, добавлять ли адар. То есть, сдвигать ли все праздники, начиная с Ниссана и остальные потом праздники, сдвигать ли на месяц или нет. И это все не относится так уж сильно к нашей суге, это будет больше относиться к трактату Сан-Хедрен. В начале трактата Сан-Хедрен все это будет обсуждаться. А у нас обсуждается месяцей. Опять же, в месяцах тоже интересная ситуация. С одной стороны, мудрецы, как вы видите, как я сказал, мы будем позже обсуждать, знали о среднем периоде Луны. Даже если они не называли его средним, но, во всяком случае, вот это вот число, сколько Луны занимает вокруг Земли, обойти, то число, которое дано в Талмуде, оно почти полностью совпадает до секунды с настоящим средним периодом Луны. С другой стороны, в идеале должны свидетели видеть новую Луну. В идеале мы не полагаемся на подсчет. А приходят свидетели, говорят, мы видели новую Луну, и это будет все подробно обсуждаться дальше в нашем трактате. Как свидетели, как именно их проверяли, если два свидетеля видели новую Луну, то это делали Рош-Ходыш, этот день называли Рош-Ходыш. Если же на 30-й день после предыдущего Рош-Ходыша не приходили свидетели, тогда предыдущий месяц становился 30-дневным, и следующий месяц начинался на день позже. Всего месяц может быть только либо 29 дней, либо 30. То есть 30-й день предыдущего Рош-Ходыша может стать Рош-Ходышем, а может не стать, и тогда следующий день будет настоящий Рош-Ходыш, и от него будут отсчитываться следующие дни месяца. в дни следующего месяца. Это все понятно. Так вот, здесь обсуждается, насколько у раввинов была возможность вообще-то не слушаться, так сказать, свидетелей. Что, с одной стороны, вот у нас сейчас, например, вообще фиксированный календарь. У нас нету идеи свидетелей, потому что для этого нужно специальные, чтобы раввины имели специальную смеху, не могут просто какие-либо раввины принимать свидетели. Поэтому давно уже у нас календарь фиксированный. Но и тогда, когда календарь был нефиксированным, и свидетели реально приходили каждый раз, это не значит, что свидетели видели новую Луну, то Хазаль, да, мудрецы, которые их Дин, да, главный суд, который их слушал, обязан был их принять. Бывали случаи, что по тем или иным причинам мудрецы могли отодвинуть первый день месяца или даже наоборот принять специально свидетелей, уговорить их сказать, что они видели Луну, чтобы приняли свидетелей, когда на самом деле Луну никто не видел. Вот эти два варианта здесь обсуждается. Какой из вариантов можно или нельзя, и насколько, так сказать, возможности были у Бейдина, у еврейского суда не так уж полагаться на свидетеля, а использовать свои подсчеты и решить, что какой-то день рожкодыш, хотя реально свидетели его не видели, или наоборот, не принять свидетелей, потому что хотим сдвинуть по той или иной причине первый день месяца. Например, одна из причин, которые здесь обсуждаются, что мы не хотим, чтобы Йом-Кипур и суббота падали подряд. Здесь обсуждается почему. Здесь дается парочка причин на это, но можно еще много других причин найти. Нехорошо, если будут две субботы, так сказать, подряд. Йом-Товы субботы, это еще не страшно. Если будет два дня подряд, когда оба как суббота, Йом-Кипур и суббота, это не годится. В том числе мертвые тела, да, если кто-то умрет, то будет долго лежать на жаре, а потом невозможно похоронить. В общем, они старались избегать, чтобы Йом-Кипур падал на воскресенье или на пятницу. И так сегодня у нас, когда офисированный календарь сделали, тоже сделали так, чтобы никогда Йом-Кипур не падал сразу до или сразу после субботы. И на второй стороне страницы, тут вот из этой Брайты Сода-Ибур, некоторые идеи приводятся, в том числе есть разница между тем, когда Нойланд, когда вот новая луна появляется, до или после полудня. Тут очень много разных интерпретаций, но вот известно, что у Баля-Маора, у Раби-Израхи и Олеви есть очень необычная интерпретация. Он считает, что обсуждается здесь разные точки планеты, 90 градусов от земли Израиля, примерно уровень Шанхая, то, что здесь называется востоком. Восток и запад это земля Израиля и 90 градусов от земли Израиля. И по его мнению, если, скажем, когда... Ведь луна, когда она Нойла, когда, так сказать, появляется новая луна, она еще не видна. Почти сутки ее не видно. Так вот, если она, например, родится до полудня в Израиле, то еще в какой-нибудь там Японии, да, где-то близко к 270 градусов после земли Израиля, то есть на запад, да, когда двигается солнце все, ну, с точки зрения земли я имею в виду, да, когда двигается сначала в сторону Америки, потом через тихий океан и дальше со стороны Японии, да, почти 90 градусов от земли Израиля. Это все еще считается продолжением предыдущего дня. Получается, если она до полудня в земле Израиля может, да, будет Нойла, то хотя бы где-нибудь в Японии перед заходом солнца уже, или сразу после захода солнца, можно будет увидеть эту луну новую. Она будет достаточно большой, уже видимой через 18 из 24 часов, то есть, если, в смысле, через 24 часа полных, да, 6 часов осталось еще до захода солнца в земле Израиля, плюс то, что находится почти 90 градусов, чуть больше 90 градусов от земли Израиля на востоке, да, это еще 18 часов, то есть, через 24 часа, когда уже будет видна новая луна, месяц будет виден в районе захода солнца где-нибудь там в Японии. И вот на этом основана известная идея, которую очень поддерживал Хазуныш, как известно, что дни по Торе идут так, что наша интернациональная линия, линия смены дат будет находиться не там, где ее неевреи поставили, 108 градусов от Гринвича, да, где-то между Беринговым, да, по Беринговым проливу, и так, что Япония становится частью Востока. А наоборот, что это 90 градусов от Израиля, и таким образом все, что больше 90 градусов, это продолжение предыдущего дня, а не начало следующего. Ну и, соответственно, основной навками на этой субботе и праздники, что тогда суббота получается в Японии, это тот день, который они называют воскресеньем. По Торе будет, согласно этому подходу, субботой, потому что это будет после Израиля у них будет суббота, а не до Израиля. Не будет это днем, местом восходящего солнца, как у них на флаге нарисовано, да, Land of the Rising Sun, а наоборот, это самый-самый конец, вот, что Израиль как бы на самом верху, 90 градусов от Израиля, это все еще относится к Израилю на Востоке, а все, что дальше 90 градусов, это уже обратная сторона планеты, и там наступает, соответственно, любой день недели после Израиля. Вот, это все сшито Хазуныш, основанное на том, что написал здесь Баля Меор. Но не все согласны с Баля Меор, и обычай большинства людей не как Хазуныш. И я уже подробнее касался этой темы на других уроках. И на этом мы закончим на сегодня. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.